Завершилась избирательная кампания. Выборы в единый день голосования в России проходили практически во всех регионах. Соперничество шло за более чем 90 тысяч мандатов на уровне региональной власти и органов местного самоуправления. Большая работа была проведена всеми, кто принимал в этом участие. Хочу особо поблагодарить тех, кто участвовал в подготовке и проведении выборов. Представителей партий, общественных организаций, наблюдателей, которые обеспечивали контроль за ходом голосования. Отмечу, что выросла и явка. Граждане активнее участвовали в голосовании и выразили свою позицию, свою заинтересованность в том, как будут развиваться их посёлки, города, регионы, где они живут. Что считаю важным? Это то, что граждане поддерживают именно те политические силы, которые выступают за поступательное развитие страны, за укрепление её суверенитета. И тех людей непосредственно, которые ближе к людям, которых люди видят и знают. И понимают, чего эти кандидаты на различные руководящие посты хотят. Хотят чего добиться, прежде всего, для тех, кто за них голосует. Избирательная кампания прошла в условиях открытой, честной и подчас весьма острой конкурентной борьбы. Что касается выборов глав регионов, то в некоторых субъектах федерации борьба шла буквально за каждый голос, а в одном из них, как вы знаете, для определения победителя понадобится и второй тур. Что в целом, я считаю, неплохо, потому что это как раз говорит о том, что борьба была открытой, честной, прозрачной. Ну и люди там достойные, хочу сказать, и оба кандидата достойные. Несмотря на накал соперничества, легитимность как механизма голосования, так и самих результатов подтверждена всеми партиями, принявшими участие в выборах. Что вновь свидетельствует о том, что в России развивается зрелая, многопартийная система, растёт политическая культура. Заданные стандарты поведения по-настоящему открытых, конкурентных и легитимных избирательных процедур, несомненно, следует обеспечить и в ходе предстоящих в 2016 году выборах в Государственную Думу. Прошедшая избирательная кампания ещё раз подтвердила, что парламентские партии играют ключевую, системообразующую роль в политической жизни нашей страны. Кстати, именно их представители составили основную конкуренцию друг к другу на выборах губернаторов. Одновременно всё заметнее проявляют себя и непарламентские партии. В ходе прошедшей кампании они активно участвовали в выборах самого разного уровня. И отмечу также, что многие сильные кандидаты, ваши соперники на нынешних выборах в следующем году, вероятно, станут кандидатами в депутаты Государственной Думы, в том числе и по одномандатным округам от ваших территорий. И хорошо, что появляются такие яркие, пользующиеся общественным авторитетом фигуры. Вот я сейчас сказал о том, что не только парламентские, но и непарламентские партии активно принимали участие. Это, кстати говоря, мы сейчас с коллегами как раз обсуждали это, говорит о том, что в два раза больше политических партий примет участие в выборах Государственной Думы, чем в прошлый раз. Сейчас 10 непарламентских имеют право напрямую участвовать в выборах и плюс 4 парламентских. А на прошлых выборах Государственной Думы это было всего 7 партий, сейчас будет 14. Убеждён, именно серьёзная конкуренция должна способствовать приходу в федеральный парламент тех политических сил, тех политиков, которые не только словами, но и делами докажут свою способность решать самые насущные проблемы, волнующие людей. Уважаемые коллеги, поддержка граждан, которую вы получили, означает только одно – работать надо с ещё большей отдачей, с ещё большим напряжением сил. Это касается и вас, и ваших команд. Надо постоянно, независимо от политического календаря, проявлять к людям внимание, делать это без всяких ссылок на текущие сложности, не отмахиваться от проблем. Ну и самое главное, уважаемые друзья, если уж вы пришли во власть, избрались, люди вам доверили такие высокие посты, работать нужно честно и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить. Кажется, я говорю такие элементарные вещи, но практика показывает, что не всегда, не везде и не все вроде как и знают эти элементарные вещи. Но мы с вами должны не забывать об этом никогда. И, конечно, в условиях предстоящей предвыборной кампании в Государственную Думу важно работать на общественную консолидацию, на объединение всех конструктивных сил вокруг решения ключевых задач развития страны. Рассчитываю, что все вы понимаете уровень ответственности и готовы к серьёзной практической работе. Продолжение следует...